Лапланский заповедник Было судьбе, что история Лапландского заповедника тесно связана с именами рода Семеновых-Тяншанских. И сейчас представители этой семьи знаменитых русских ученых приезжают в заповедную Лапландию. Ведь для них сохранение истории предков – это ключ к будущему. Я после того, как сюда один раз приехал, дальше уже понимаем, что надо сюда ездить еще и еще. Знакомьтесь, Владимир Семенов-Тяншанский – потомок известного российского географа Вениамина Петровича Семенова-Тяншанского, который приходился сыном, великому географу и ботанику, статистику и первому исследователю Тяншаня Петру Петровичу Семенову-Тяншанскому. А внук знаменитого ученого – Олег Измайлович Семенов-Тяншанский. Человек, имя которого и есть сама история Лапландского заповедника. Вот такая удивительная семья. Олега Измайловича помню с детства. Мне было 12 лет, когда он умер. Но детские воспоминания есть. Понятно, что он большую часть времени проводил здесь, поэтому навещал нас не так часто. Но, тем не менее, воспоминания детские есть. И понятно, что его роль в создании этого заповедника очень большая. И для меня большая честь быть здесь. В Лапландском заповеднике Владимир впервые говорит о следии семьи для него и ценность, и ответственность. Приставку «Тяншанский», которую император Николай II пожаловал Петру Петровичу за первое исследование труднодоступного тяньшаня, Владимир носит с гордостью. Но истинное значение памяти рода понял уже в зрелости. Сейчас он директор фонда «Наследие» Петра Семенова-Тяншанского. Его задача не только сберечь память своей необычной семьи, но и рассказать о ней людям, вдохновить на свершение своих потомков. У нас в семье созрела такая идея, что нам нужно как-то продвигать историческое наследие. И был создан фонд, директором которого я являюсь. По сути, у фонда есть такая, скажем, наша основная задача. Мы хотим сделать музей Петра Петровича Семенова-Тяншанского и его потомков, включая Олега Измайловича, в Санкт-Петербурге. В родовом доме. Но это большая работа, которая, я не знаю, сколько времени займет. Большая работа требует огромных знаний и времени. В этом году Вениамину Петровичу Семенову-Тяншанскому исполнилось 150 лет. И сейчас первоочередная задача фонда, руководителем которого является Владимир, согласовать проект и установить мемориальную доску Вениамину Петровичу в Санкт-Петербурге. На доме, где он прожил 24 года и погиб в блокаду от голода. Визит на Кольский полуостров для Владимира и его сына – это и возможность набраться впечатлений и почувствовать то, что занимало, увлекало и волновало Олега Измайловича Семенова-Тяншанского. Увидеть своими глазами места, значимые для их семьи. Вдохнуть терпкий воздух за полярного леса, ощутить величие Чунозера. И для тех, кто сейчас оберегает и развивает Лапланский заповедник, этот визит – и радость, и честь. Олег Измайлович Семенов-Тяншанский, правнук Петра Петровича Семенова-Тяншанского, основатель этого рода, династии этой, и первооткрыватель Тяншаня, вице-президент русского географического общества, долгое время был. И поэтому Олег Измайлович Тяншанский у нас 60 лет посвятил жизни заповеднику. Поэтому мы всегда рады видеть и всегда контактируем, обмениваемся информацией. Уже сейчас есть планы совместного сотрудничества. Ведь мало кто знает, но идею создания Лапландского заповедника первым озвучил именно Вениамин Петрович Семенов-Тяншанский, родоначальник природоохранного дела в России. В 1917 году на природоохранительной комиссии он заявил, что в Хибинах необходимо создать национальный парк. Проект «Национальный парк Хибины» в начале пути. Но уже сейчас Лапландский заповедник – место притяжения для гостей-туристов. И для Семеновых-Тяншанских это одно из очень важных мест. Не менее значимых, чем дом в Липецкой области и усадьба Рязанка – родовые имения семьи, где сейчас созданы музеи. У нас есть, хотелось бы сказать, у нас есть большие друзья. Это в Липецкой области есть музей-усадьба Петра Петровича Семенов-Тяншанского, откуда он родом. И там прекрасная природа, прекрасно сохранившийся исторический дом, в котором он в детстве жил. То есть это усадьба начала 19 века, сохранившаяся, дошедшая до наших дней, с прекрасным парком. И вот там работают большие энтузиасты, которые продвигают идею создания там музея-заповедника. Тот, кто знает историю, владеет будущим. И члены семьи Семеновых-Тяншанских этому правилу следуют. Интересный факт – очень многие представители фамилии связаны с наукой и медициной. Например, Владимир – врач по профессии. Занимается исследованием лекарственных препаратов. А его хобби – музыка. Даже в путешествие на крайний север не отправляется без любимой гитары. Сын Владимира – скромный молодой человек. На камеру делиться впечатлениями отказался, но в беседе признался нам, что лапландский заповедник ему понравился. А старшего Семенова-Тяншанского заповедная Лапландия покорила. Многие считают, что именно в этом месте Кольского полуострова живет особый загадочный дух. Сюда хочется возвращаться снова и снова. И каждый визит несет новое открытие. А первые впечатления отпечатываются в сердце навсегда. Место удивительное. Природа Кольского полуострова не может, я думаю, оставить к себе безразличного никого. Нас сразу же встретил лось на дороге. Первое впечатление. Ну, мы, безусловно, погуляли. Вот сегодня мы забирались на гору, посмотрели виды сверху. Вы были на горе? Да? Прекрасно. Всем, кто сюда приезжает, обязательно нужно на гору забраться. Путешествие – новое открытие. Страсть к познанию у Семеновых-Тяншанских в крови. А еще особая чуткость к окружающему миру и способность преодолевать трудный путь. Это особая черта, унаследованная ими от великого предка, сделавшего для России столь много, что хватило бы на несколько жизней. Петра Семенова-Тяншанского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова